Ты дарил ей фразы И оценивал дело голодного хищника взглядом Это небольшое интервью, дорогие друзья, я предлагаю вам после съемки, которая уже на сегодняшний день доступна вам на нашем телеканале на YouTube. Петербургский автор-исполнитель Александр Фред. Впервые он работал в седьмой серии нашего большого фильма под названием «Ночное такси. Новое лучшее». Съемка, напомню, происходила 20 августа. И после того, когда мы всю эту работу сделали, я пригласил его специально для интервью. Вот, собственно, знакомьтесь, Александр Фред. И сегодня он рассказывает впервые сам о себе у нас. Александр, я очень рад, что все это состоялось. Так получилось, что у нас было много общих знакомых. Но вот мы до 20 августа не встречались, что называется, глаза в глаза. Я благодарен за то, что вообще все это получилось. Поскольку мне понравился ваш материал изначально, который я слышал в интернете, который я видел. Правда, весьма любительским образом снятый. Но, в всяком случае, я представлял, кто такой Александр Фред. И я считаю, что очень правильно то, что мы начали работать. Очень правильно то, что мы сейчас сделали. Это первое для вас такое вот серьезное профессиональное видео на нашей площадке. И я уверен, что оно будет иметь очень большой интерес у вашей аудитории, растущей постоянно. Я очень рад тому, что мы с вами заключили контракт на производство компакт-диска. И до конца этого года ваш компакт-диск обязательно появится и в магазинах по всей России. И появится и в магазинах цифровой агрегации, таких как iTunes, с которыми мы работаем. То есть люди узнают о вас, потому что я считаю, что вы достойны того, чтобы люди о вас узнали. Я вас перехвалить не боюсь, поскольку вы взрослый, 40-летний человек. Жизнь вам, так сказать, много давала всяких соблазнов. Но вы, так сказать, этими соблазнами не пользовались. Всегда оставались с ними с собой, музыкантом, автором. И я очень рад, что вы выбрали нашу компанию для того, чтобы с ней работать. Потому что, на самом деле, я считаю, что самое главное – это сотрудничество и четкое понимание целей, которые ставит перед своим музыкантом, обращаясь к компании, которая умеет делать музыку. А нам в следующем месяце исполняется 28 лет. И, откровенно говоря, все эти годы мы всегда не изменяли себе. И делали то, что я считаю принципиально важным для себя, как для продюсера. И вообще важным для музыкального рынка. Мы стараемся сделать так, чтобы музыканты, которые могут создавать свою продукцию, имеют свой материал и понимают, что этот материал достоин людей, могли с нашей скромной помощью найти ту аудиторию, ради которой они работают. И я рад, что вы понимаете нашу идеологию, понимаете то, что я говорю. И, вне всякого сомнения, подчеркиваю, при нашей скромной помощи вы найдете тех людей, которые хотят познакомиться с вами и слушать ваши песни. Тем более, что вы автор-исполнитель. Это ваш материал, это генерация этого продукта вашего. Вы ни от кого здесь независимы. И я уверен, что вы обратились по адресу. Поэтому в этом небольшом интервью самое главное, конечно, рассказать о себе. И два слова сказать, конечно же, о том альбоме, который сейчас еще записывается, но очень скоро будет доступен с нашей помощью вашей аудитории. Два слова о том, как начинал свой творческий путь Александр Фред. И, естественно, я уступаю вам слово. Ну, творческий путь всегда начинается, наверное, с трех первых аккордов гитарных. В принципе, стихи писал с юных лет. Ну и как-то вот не покинула меня эта жажда творчества уже до довольно-таки зрелых лет. Вот. Отец гитару как-то подарил в юные годы. Стоял выбор. То ли велосипед, то ли гитару. Хотя на гитаре я играть не мог вообще. Но меня все время отяготило. Владимир Семенович Высоцкий, как всегда, крутился в те времена. Отец очень любил этого исполнителя. Гуру, можно сказать, в шансоне, если так сказать. Я воспитывался на этих песнях. Отец покупал мне, если помните, такие пачки-открытки города России были. И он мне как-то купил Владимир Семенович Высоцкий. Везде фотография с Мариной Влади. И наоборот, и песни. Я эти песни очень многие знал наизусть. Совершенно в юные годы. И вот у меня такая появилась жажда приобрести инструмент. Хотя отец у меня был слегка музыкантом. Он играл на баяне. Но он не гитаристом был. И у него друг был, мастер, который ремонтировал старые инструменты. Я вот приходил, там скрипки, гитары, виолончели. Вот это вот смотрел. Я как-то пропитался этим. И оттуда у меня, наверное, пошла вот эта вот жажда научиться играть именно на гитаре. И когда был день рождения очередной, мне было там что-то порядка, по-моему, 12 лет. Стоял выбор, то ли новый велосипед. Отец мне дал 71 рубль. Сумасшедшие деньги по тем временам. Я пошел в магазин культовары, посмотрел на велосипед, подошел к этой витрине, где продавались музыкальные инструменты. В итоге я купил себе фотоаппарат и гитару. Вот на той гитаре я научился брать первые три аккорда, наверное, года два спустя, когда мы переехали из Казахстана в Краснодарский край. И вот там с ребятами уже познакомившись, и вот так вот пошло. Интересно. Что касается того материала, с которым вы работаете сейчас. Я так понимаю, что были альбомы, которые являлись предтечей того, что вы сейчас делаете. Эти пластинки состояли из каких песен? Из песен, специально для них созданных, или из песен более ранних? Были выпущены альбомы, но они выпущены альбомы были для узкого круга, можно сказать, людей. Потому что это была, как сказать, я ее называю проба пираток. И тогда еще далеко было еще до профессионального уровня. Но все равно они существуют, эти песни получили такую свою жизнь тоже. И не только среди моих друзей. Первый альбом назывался «Друзьям», второй альбом назывался «По совести». По совести я хочу реанимировать со временем этот альбом, потому что там в смысле собранной песни, очень несущий смысл глубокий в поэзии. И мне хотелось бы его переиздать, уже просто переделав аранжировки. Потому что сейчас и времена другие абсолютно, и музыкальная продукция требует определенного качества. И был выпущен тоже малым тиражом «Я подарю тебе весну» альбом. И вот сейчас, который я, честно говоря, даже не знаю, как я его обзову, который я выпущу при помощи вашей студии, я думаю, что он будет называться «Самое лучшее, что может случиться». Вот такое длинное название, но такое броское, как говорится, как ты лодку назовешь, так оно и поплывет. Согласен. Что касается материала нового альбома, это переработка того, что было в прошлых пластинках, или это целиком оригинальный материал? Нет, это оригинальный материал. Я этот альбом, все же сопряжено сложением финансовым. И мне этот альбом очень тяжело отдался, потому что, ну, как бы, трудные времена бывают. И все время приходится вкладывать в это, в творчество, и денег немало вкладывать приходится. Мне еще повезло, что у меня, как бы, свои музыканты, своя команда, группа «Невада», это попроще мне делается, и обходится более мелкую монету. Очень долго я подбирал материал. Этот будет альбом, он такой будет, ну, довольно-таки легкий, рассчитан, наверное, больше на женскую аудиторию. Потому что там в основном песни о любви, есть, конечно, о дружбе, но это моя такая нетленная тема, которую я все время, в принципе, муссирую в своих песнях. Это дружба человеческая и, конечно же, любовь. Любовь к другу, любовь к женщине, настоящая, истинная и всякой фальши. То есть мы не обманем публику, если скажем, что этот материал создан Александром Фредом в 2012-2013 годах, то есть это самые новые песни, которые вот сейчас, до конца года текущего, 2013-го, они выйдут к людям именно уже в качестве полноценного альбома на компакте. Да, они уже выйдут в хорошем качестве, то есть переработанный материал. И вот сейчас вот буквально готовится уже вот абсолютно там сведение осталось и бэк-вокал прописать. Пять песен абсолютно новых, которые написаны буквально в течение двух месяцев. Я их сразу решил ставить, поскольку они так пришло мне. С колесом. Да, я их ставил. Есть пару ремиксов будет сразу, потому что я почитал, так в ногу со временем, как бы, ну, танцевальная музыка должна присуща быть, поскольку все эфиры, в принципе, забиты. Ну, тоже не уклоняясь там от жанра такого эстрадного шансона, можно сказать. Ну, для того, что я думаю, что женская аудитория должна будет воспринять то, что вы делаете, в прямом смысле слова, на ура. Вот я почему-то в этом уверен, потому что, конечно, в первую очередь, когда я впервые услышал вас, не так давно, в общем, да, относительно сегодняшней записи этого интервью, то меня, конечно, очень приятно удивил голос. Потому что не секрет абсолютно, что для большого направления эстрадной музыки шансон по-русски люди с сильным, качественным мужским вокалом, подчеркиваю, именно вокалом мужским по обертону, то есть одновременно голосом и достаточно низким, и достаточно упругим, что называется, владея голосом, как инструментом, да, являются собой очень и очень, являются собой очень большую редкость. Это, конечно, понятно почему. Потому что сам по себе шансон предусматривает, в первую очередь, доверительность. Люди авторы, люди сочиняют стихи, люди сочиняют музыку, хотят донести ее до аудитории так, как они могут. И не доверяют, естественно, исполнению своих композиций кому-то. Поэтому в этом нет ничего плохого, но просто то, что я говорю сейчас, это хорошее для вас. Потому что совершенно неожиданно появляется автор, который делает очень достойный материал, которым совершенно не стыдно работать на любую аудиторию. В то же самое время материал не попсовый, потому что это материал, который не рассчитан на какой-то стандарт музыки для ног. И я уверен, что у этой музыки большая перспектива, если, конечно, Александр Федд не будет останавливаться, потому что здесь в обязательном порядке надо каждый год писать новый альбом, здесь надо постоянно иметь новую видеопродукцию, здесь постоянно надо говорить людям, что ты жив, и что ты генерируешь как автор. Новое, и это новое ты стараешься предложить, подчеркиваю, в современных условиях, именно неограниченному кругу людей, с которыми ты хочешь разговаривать посредством песни. Тем более, что Александру Фредду есть, что этим людям сказать. Теперь из этого вопроса следующий, я думаю, тоже будет интересно знать нашей аудитории, плавно, так сказать, вытекает. Я не зря заговорил про такой интересный вокал. Природный ли он? Или было что-то специально сделано для того, чтобы занятие с педагогами, постановка голоса, для того, чтобы голос Александра Фредда звучал так, как он звучит? Или это действительно Господь дал? Абсолютно. Ни одного занятия, ни одного, нет, один день я в музыкальной школе провел по классу баяна, после которого этого дня я убежал и больше не возвращался туда, потому что не легла у меня душа, когда отец меня отвел в детстве. Вот один день я посетил, нет, два дня, два дня. Я сходил в музыкальную школу, потом сказал отцу, нет, папа, я больше не пойду туда. Ну, не нравится мне инструмент. Вот. И все, вот эти вот два дня в моей жизни, когда я занимался с профессионалами. Все остальное это как бы наработки, свои, работа в ресторанах, перепевки других песен, конечно, в ресторанах. Ну, естественно, никогда не больше. Рестораны требуют популярную музыку, чтобы перепевать. И все, у меня ни одного урока с педагогом по вокалу не было в жизни. Ну, и в финале этого небольшого интервью, я уверен, что оно первое, но совсем не последнее у нас. Естественно, что мы тщательно будем рассказывать публике в наших программах относительно того, как будет вестись работа над этим альбомом. И обязательно пригласим вас в эту студию, естественно, еще не один раз, это я вам обещаю. Тем более, что будет очень большой объем видеоиллюстраций, поскольку мы снимаем из фильма фильм треки будущего альбома, и они выходят в наш эфир на YouTube. И, естественно, что это хорошая иллюстрация к тому, что выйдет, собственно, в аудиоформате. Поэтому в завершении вот этого небольшого первого нашего интервью я задаю вопрос, который абсолютно традиционен. Для телеканала «Ночной такси», для программы «Ночной такси», в аудио и в телеверсии. Сегодняшнее, спонтанное, сиюминутное пожелание той аудитории, которая сейчас находится у своих электронных устройств, у своих дисплеев, и смотрит это интервью с Александром Фредом. Ну, хотелось бы, прежде всего, пожелать благоденствия всем, чтобы все мечты и начинания жизненные всегда сбывались. Хотелось бы пожелать... Приходите на мои концерты. Я думаю, что будет довольно-таки интересно. Я думаю, что я вас не разочарую. Хотелось бы пожелать, чтобы этих концертов побольше было, потому что это, наверное, самая большая награда артисту, который что-то делает и пытается донести это до людей. Здоровье, любви, прежде всего, верности в жизни. Что еще человеку надо? Вот это, наверное, самое важное. А ты надумал о ней, когда разбивал ее сердце, Хрустальное сердце ты бросил в груду камней. А ты надумал о ней, когда убивал ее душу, Что целый мир ты разрушил, который хотел стать добрее. И мог стать добрее.